МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире программа новости нашего города в студии Екатерина Котова. Здравствуйте! И далее некоторые темы выпуска. Молчунам дали второй шанс. Сколько еще времени есть у тех, кто в этом году не подал заявление о переводе своей пенсии в негосударственный фонд? Было бы смешно, если бы не было так грустно. Зачем житель одной из деревяшек тайком от соседей перекрывает в доме подачу тепла и открывает спускной кран? И сегодня день воспитателя. Как праздник отметили в детском саду колокольчик. Итак, россиянам продлевают право выбора накопительной части пенсии еще на два года, до 2016-го, сообщает РБК. Такое решение содержится в поправках Минтруда к пенсионному законодательству, которые на прошлой неделе нашли поддержку на совещаниях профильных ведомств и у первого вице-премьера Игоря Шувалова. Молчуны, которые в этом году заявление о переводе накопительной части в НПФ не подадут, получат с 2014 года нулевую накопительную и 16% страховой ее части. Однако заверили в Минтруде, эту ситуацию они смогут изменить, написав соответствующее заявление до 2016 года. Причем за два года заявление можно написать только один раз. Сохраняется также и право тех, кто уже перешел в негосударственный пенсионный фонд отказаться от накопительной части пенсии. Телефон доверия Управления по противодействию коррупции в действии. В сентябре текущего года по нему к сотрудникам Департамента по взаимодействию с федеральными органами власти и мировой юстиции обратилось семь граждан. В основном люди указывают на неправомерные действия со стороны органов местного самоуправления, руководителей частных организаций. Поступают СМС-сообщения о совершенных преступлениях и правонарушениях в сфере предпринимательства. Такие обращения направляются по компетенции в правоохранительные органы. Надо сказать, что доводы некоторых заявителей нашли свое подтверждение. По фактам проведены проверки, виновные привлечены к ответственности. Номер телефона доверия Управления по противодействию коррупции 8 922 453 0009. Зажег в самом прямом смысле слова. Вчера повар одного из кафе «Ноябрьска». Хозяева заведения вовремя не позаботились о том, чтобы дымоход, которым оборудована шашлычная, был чистым. Из-за того, что вентиляция забилась, весь дым повалил внутрь кафе. Соответственно, повар испугался и залил огнетушителем мангал. В общем, справиться с проблемой сотрудникам заведения удалось еще до приезда пожарных. Скорее всего, это происшествие станет хорошим уроком на будущее. Сотрудники «Ноябрьского линейного отдела полиции» по горячим следам задержали подозреваемого в поджоге автомобиля. Напомню, пожар случился вчера ночью. Горела шестерка в гаражном кооперативе по магистральной. Пожарные к месту назначения добрались достаточно быстро и потушили огонь всего за 4 минуты. Однако спасти машину не удалось. Ущерб специалисты оценили в 50 тысяч рублей. Теперь поджигателю придется ответить за свою страсть к тому, что погорячее по всей строгости закона. В результате проведенных мероприятий по оперативно-направленной ориентировке сотрудниками «Ноябрьского линейного отдела» был задержан мужчина 1957 года рождения. Им оказался ранее несудимый житель города Коголыма, причастный к совершению поджога. В ходе разбирательства он дал признательные показания. По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье 167 части 2 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ведется следствие. Что называется примите к сведению. В Салихарде осудили студентку местного филиала Уральского института коммерции и права. Как сообщают в окружном следственном комитете, девушка за 40 тысяч рублей купила конкретный экзаменационный билет на госэкзамене, а также готовую дипломную работу из архива ВУЗа. Деньги были переданы ректору и проректору учебного заведения. А посредником в сделке выступила староста группы. Задачу взятки суд приговорил студентку к штрафу в 40 тысяч рублей. Разногласия соседей стали причиной серьезных неудобств. У одного из жителей двухэтажки на Шевченко неожиданно проснулась тяга к ремонту сантехнического оборудования. Мужчина несколько дней подряд колдовал над системой отопления, из-за чего двухэтажку едва не смыло. В самом прямом смысле. Здесь уже, как говорится, было бы смешно, если бы не было так грустно. Ксения Епишева с подробностями. Этот гейзер, хоть и имеет неприродное происхождение, но появляется здесь с завидным постоянством. По словам жильцов деревяшки, вода льет уже который день. Причем люди устали вызывать сантехников. Аварийщики приезжают, колдуют над трубами, проблема исчезает. Однако спустя несколько часов появляется вновь. У нас фонтан. Вы себе не представляете, какой фонтан возле дома. Я вам сегодня первый раз звоню или какой день я вам звоню? Вы скажите, какой день я вам звоню сегодня в администрацию? Я звоню вам четвертый день подряд. В очередной раз Стефания звонит в ЖЭУ, а заодно и в администрацию. Пока мы ждали аварийную службу, произошло чудо. Один из соседей буквально за несколько секунд устранил неполадку. Поначалу мы даже удивились. Однако подоспевшие сантехники пояснили, что чудит этот житель двухэтажки каждый день. Причем по одной и той же схеме. А это с вчерашнего дня начало, как он перекрывать начал. Дом же работал же. Может быть теплового режима такого не было, как положено. Но все батареи были теплые. А вот он свой нос сует, перекрывает, ходит здесь. Попросту сосед, зовут его, кстати, Анатолий, заходит в бойлерную, перекрывает подачу тепла и открывает спускной кран. В общем, мужчина сливает воду из системы отопления. Сам он признается, да, мол, делает это каждый день по нескольку раз. Но только ради того, чтобы дома было тепло. Но вы в сантехнике, я смотрю, хорошо понимаете, да? Хорошо понимаю. Поэтому я не отказываюсь от этого. Вот, я открыл этот шланг, шланг открыл, вот, девушка, я вам прямо говорю, открываю его, обратно называется. Вот, шланга этого не было, все лилось сюда, вот. Ну, шланг только что принесет. Да. А зачем вы открывали? А чтобы тепло было. Причем, уверяет мужчина, он соблюдает все нормы техники безопасности. А то, что вода льет, так это уже, так сказать, необратимый технологический процесс, который, кстати, сопровождается густым едким паром и появлением плесени, которая уже щедро украшает стены подъезда. А вас не смутило то, что у вас деревяшка и вода вся горячая льется вот сюда вот на полу? Не выйти? А меня не смутило. Я на ночь открыл дверь, чтобы здесь никаких не было. Я автоэлектрик был еще 18 лет. С электроэнергией я связан, чтобы не было здесь никаких запарений и чтоб дом не загорелся. Вот. Я дверь открыл, подложил, вон, бутылка даже здесь валяется. И всю ночь вода лилась. В общем, система, разработанная Анатолием, чтобы было тепло, не устроила соседей и сантехников. Аварийщики устранили проблему, а жильцы двухэтажки закрыли бойлерную на замок, чтобы чудес больше не было. Ксения Епишева, Александр Иванов. Новости нашего города. Кстати, кроме последствий изобретательного ума соседей, в деревяшке есть еще ряд проблем, к которым жильцы дома уже не причастны. Во-первых, в фундаменте дома зияет дыра, заделать которую так никто и не берется. Во-вторых, освещение, которое было восстановлено после пожара, вызывает у жителей много вопросов. У нас раньше в подъезде была здесь длинная лампа. Она нормальная, светло было от нее, хорошо. Но у нас кровлю уже никак никому не... На нашей квартире перекрыли кровлю, потому что мы тоже жалость перекрыли. А в подъезде никто ничего не делал. У нас как дожди, у нас здесь огромные лужи такие, ну, воды от дождя. И вот они на лампу капали, 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 пока не загорелась вот здесь вот, ну, эта лампа. А лампа начала плавиться. Хорошо соседи ночью было, что соседи были дома. Мы слышали, выбежали, там, вызвали, это самое, потому что мы в отпуске были. И лампа капала вот просто, ну, могли просто сгореть от этой лампы. И вот сколько мы жалости, знаю, мы и пожарные приходили, мы говорили, что вот у нас эта лампа аварийная, что это вот не дело. Они сделали козырек на это, ну, на щитком, чтобы на щиток не капало. А лампочку, смотрите, как закоротили. Пять образовательных учреждений Ноябрьска стали победителями окружного конкурса инновационных проектов на получение грантов в системе образования. Это детские сады Росинка, Белоснежка, школы номер 5, 13 и школа микрорайона Вангапуровский. Конкурс организован в рамках окружной долгосрочной целевой программы развития системы образования Ямало-Ненецкого автономного округа. Его организовали для того, чтобы поддержать инновационную деятельность в школах и садах, оценить творческий потенциал педагогических коллективов, отдельных педагогов и обучающихся. А также для того, чтобы создать благоприятные условия для научно-методического инновационного сопровождения процесса модернизации образования. Экспертами отмечены новизна представленных на конкурс проектов и их соответствие приоритетным направлениям региональной политики в сфере образования. Сегодня день российского воспитателя во всех детских садах, в том числе и ноябрьских. Малыши для своих педагогов подготовили праздничные концерты и подарки, сделанные своими руками. О том, как отметили праздник в колокольчике, расскажет Юлия Маскалик. Сегодняшнее утро в детском саду колокольчик особенное. У воспитателей и нянечек профессиональный праздник. Дети рассказывают стихи, рисуют открытки и даже показали мини-спектакль. Наили Шакирова, воспитатель детского сада, в день профессионального праздника, о том, как связала свою судьбу с дошкольным образованием, рассказывает с воодушевлением. Родилась она в Татарстане. Окончив Казанское педагогическое училище, приехала, как это было модно, в то время ненадолго, за мужем на север. И устроилась в детский сад колокольчик. С детьми как-то надо не просто работать, надо жить, с ними проживать эту маленькую кусочек жизни каждый день. Жить как они, отвечать как они, тогда они себя принимают легко. И вот за плечами уже почти 30-летнего педагогического стажа победы в региональных и всероссийских конкурсах. И сотни выпускников, которые по сей день стараются поддерживать связь со своим первым наставником. Где-то классов до пяти дети к нам приходят постоянно в гости. Здесь устраиваем такие вечеринки, даже во сколько у них есть время. Они показывают детям свои тетради, если где-то участвуют, свои дипломы показывают. И детям, и этим интересно, и школьникам похвастаться, вот они такие умнички, им тоже интересно. Еще один воспитатель этой подготовительной группы Ольга Дорошенко. Она в педагогике уже более 20 лет. Несмотря на то, что когда-то планировала стать диспетчером авиаперевозок, сегодня своей жизни вне стен детского сада уже не представляет. Свою работу люблю. Пыталась уйти, но вернулась обратно. А вот их помощница или в народе нянечка Екатерина Бурая на камеру говорить постеснялась. Она хоть и человек скромный, однако в коллективе незаменимый. Уследить за всеми малышами, чтобы они вовремя поели, погуляли, выспались, а главное играли в чистоте, все это ее заботливых рук дело. В общем, работать с детьми дано не каждому. Быть и психологом, и педагогом, и поваром, и мостовиком-затейником одновременно трудная, но выполнимая задача. Однако мало знать, как правильно обращаться с детьми. Надо их еще и любить. Без этого, говорят сами дошкольные специалисты, любой профессионализм ничего не стоит. Вы дарите нам радость и заботу. Хотя по-моему это нелегко. И каждый день в любое время года. Нас с вами весело, уютно и тепло. Спасибо за любовь и понимание. Медсадик дома устал для нас старым. Пусть ваши исполняются желания. А всей души мы вас благодарим. Юлия Москалик, Виталий Харченко. Новости нашего города. В Ноябрьск снова приедут специалисты из Латвии. Сотрудники Рижского учебного центра поддержка социальной интеграции будут работать по уникальным методикам с детьми, страдающими различными заболеваниями. Каждый из специалистов центра, логопед, физиотерапевт и психолог осмотрит малыша и поделится своей уникальной методикой работы с детьми. Газета «Красный Север» сообщает, работать в Салихарде реабилитологи будут неделю, начиная с 30 сентября. Далее они переедут в Новую Рингой, а уже 20 октября встретятся с родителями и детьми в Ноябрьске. И последняя «Солнечный круг» выставка под таким названием в эти дни работает в городском центре «Ремесел». Она проходит в рамках целевой программы социальной поддержки инвалидов. Ее участники в основном дети с ограниченными возможностями здоровья. Однако среди тех, кто представил свои работы на суд народного жюри, есть и взрослые. В общей сложности почти 70 человек, в экспозиции свыше 120 работ. Это авторские куклы, рисунки, поделки из соленого теста, пластилина, природных и бросовых материалов, аппликации, роспись, работы из бисера. Выставка проходит третий год подряд. Некогда разовый проект со временем стал традиционным. Все его участники к закрытию экспозиции получат дипломы и ценные призы от Управления культуры и спонсоров проекта. Радовать посетителей центра «Ремесел» «Солнечный круг» будет до 5 октября. Таковы новости пятницы. О том, какая нас ждет погода завтра, узнаем через несколько секунд. А я с вами прощаюсь и желаю хороших выходных. Партнер программы – магазин «Потис Антверса», торговый центр «Клубника». Когда есть надежный ориентир, путь становится проще. На любой АЗС «Газпромнефть» по всей России вы найдете качественный сервис и качественное топливо, чтобы двигаться дальше с новым запасом сил. Сеть АЗС «Газпромнефть». Надежный ориентир. 28 сентября в Сельхарде пасмурно. Возможны осадки. Ветер северо-восточный, температура 1 градус мороза. У Муравленка преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный до 5 метров в секунду. Температура около 0 градусов. В Ноябрьске без осадков. Ветер северо-восточный до 5 метров в секунду. Температура около 0 градусов.